Солом Гильермо Мальдонадо. Здравствуйте и добро пожаловать на передачу «Сверхъестественное сейчас». Готовы ли вы к тому, что Бог собирается сделать в вашей жизни? Можно я скажу вам кое-что? Каждый человек на этой земле был создан с целью. Бог создал вас с целью. А знаете ли вы, что когда у людей нет цели в жизни, время становится бременем? Знаете ли вы, что когда у людей нет цели в жизни, жизнь становится для них бременем? А смерть становится чем-то привлекательным. Люди, которые не имеют цели, раздражены? Они недовольны, потому что у них нет цели в жизни. Бог может говорить к вам через сны и видения. Бог может говорить к вам по-разному, показывая причину вашего существования. Я хочу, чтобы вы связались с нами. Если у вас есть просьба, если вы нуждаетесь в молитве за здоровье, брак, семью, позвоните нам. Наши операторы ждут вашего звонка. Пожалуйста, звоните нам. Расскажите нам, через что вы проходите. Мы будем молиться с вами. Будем делать то, что говорит Библия. Если двое согласятся в чем-то, Бог сделает это. Итак, со мной сегодня пастор Рейнни. Он будет молиться вместе с нами. Я хочу, чтобы вы звонили. Мы будем пророчествовать с вам, молиться за вас. Я хочу сказать вам кое-что, а затем представлю вам апостола, что такое цель или предназначение. Вы в курсе? Цель — это изначальное намерение, ради которого создавался человек. Сегодня на Земле люди задают следующие вопросы. Кто я? Откуда я? Эти вопросы задают люди постоянно. Куда я иду? Почему я здесь? Эти четыре вопроса показывают человека, который недоволен, потому что не знает свои цели или предназначения. Мы дадим ответы на эти вопросы, и ваша жизнь изменится. Звоните нам. Если вам нужно исцеление или спасение, мы будем молиться за вас. Мы ждем вашего звонка. Расскажите нам, что же происходит. Я ощущаю, что Бог делает нечто сейчас. Он работает с вашим сердцем. Бог подводит людей к своей цели, а не утратили цель в своей жизни. Они постоянно недовольны. А все потому, что вы вышли за Божью цель для вас. Апостол, почему же люди иногда живут так? Я видел людей, которые живут в нужде. Они нуждаются в работе, в еде, в оплате счетов. Они не живут ради цели. Их жизнь базируется исключительно на их нужде, а не на цели. Почему так? Апостол, вы сказали сильные слова. Я услышал то же, что говорит Слово Божие. Я слышал лишь проклятие и сплошное проклятие. Потому что все базируется вокруг себя, вокруг себя. А каждый, кто призван к цели, призван служить чему-то большему. Вот почему Бог дает вам доступ. Я понял этот жизненный принцип. Каждый, кого призывал Бог, верил в свое призвание и показывал это своими вкладами в свою цель. Если вы не верите в себя, то почему же должны верить другим, пока вы не начнете вкладывать свою цель? Вы не сможете поверить. И вот почему больше всего на служении обычно дают мужеболи. Мы приносим жертвы. Я понимаю, что это непростой вопрос, апостол. Я ощущаю, что Бог делает сейчас нечто сердцами людей. Это момент, в который Бог делает нечто конкретно с вашим сердцем. А может быть, вы утратили свой фокус? Фокус на своей цели. Дошло ли все до того, что теперь фокусом являетесь, а вы, а не другие? А знаете, когда фокус переходит на вас, а не на остальных людей, и не остается на других, вот тогда помазание уходит. А все потому, что служение должно быть с помазанием. Помазание сходит на нас для того, чтобы мы служили. И теперь вы пытаетесь сделать то же самое по плоти. Каждый, кто влиял на землю, понимал, что это нечто большее их самих. Вопрос не в том, чтобы оплатить ваши счета. На самом деле, если вы будете исполнять свое призвание, Бог сделает так, чтобы вы жили. Я чувствую, как Дух Святой обращается сейчас к какому-то конкретному человеку. Я ощущаю это. Когда вы находите свою цель, вы находите процветание. И все остальное, как говорил Иисус, что мне есть, что пить. Когда вы фокусируетесь на цели, на нуждах других, вы действуете неэгоистично. Когда вы ставите цель на первое место, Бог подстраивает вашу жизнь под свои цели. Преподобный, жизнь ради цели Божией дает реализацию. Деньги на это не способны. Никакие другие вещи не сравнятся с жизнью ради цели Божией. И многие люди говорят примерно так. У меня есть свое дело. Это обычное, плотское, плотское дело. Они защищают животных. И это хорошо, конечно. Я не против этого. Защита природы, матушки природы, окружающей среды. Но вы можете изменить жизни людей. А тут уж выбирать ад или рай. Перемена жизни. И это можно сделать лишь с помощью целей Божьих. Я видел одну маленькую девочку в Африке, немою и глухою. Ей было всего 9 лет. и я увидел, как эта девочка говорит и слышит. Она никогда не слышала ее голос. Ее мать впервые слышит ее. Папа, скажи Папа. Повторяй. Папа. В такие моменты я говорю, Боже, как прекрасно жить ради Тебя и Твоих целей. Иисус жил так же. Друзья, вы могли видеть людей с деньгами. Они говорят, у меня все есть. но вы не реализуете себя, пока не последуете цели Божьей. Хватит жить ради нужды. Начните жить ради цели. О, я ощущаю невероятное помазание. Я услышал кое-что в духе. Нужда это служение самому себе. А цель нет. Я ощущаю невероятный поток духа. Мы обращаемся пророчески к людям, которые находятся между сезонами. Вы не знаете, что делать, каким будет следующий шаг, а знаете, как вам понять, что нечто изменится. Одним из признаков перемены, перемены сезона, является конфронтация с Богом. Иногда Бог делает это через суд. Вы понимаете, что не можете делать того, что делали раньше. Это было нормально какое-то время. Но настала новая фаза. Бог делает сейчас нечто с вашим сердцем. Когда все крутится вокруг вас, это означает, что вы утратили свой фокус. Помните, в Гепсиманском саду Иисус впервые сконцентрировался на себе. Это вторая мысль. Это осознание себя. Отче, но как же насчет меня? Как насчет меня, говорил он? Вы должны помнить, почему вы здесь. Иногда мы хотим, чтобы Бог заменил нас кем-то другим. Но все будет уже не так. Ведь только вы можете сделать то, для чего он поместил вас на эту планету. у нас есть колл-центр, и я хочу, чтобы вы позвонили нам. Если у вас есть молитвенные нужды, давайте согласимся. И будем молиться вместе. Мы будем молиться за вас через минуту. Вы можете смотреть нас через соцсети, интернет или телевизор. Просто позвоните нам. Мы помолимся за вас. Если у вас есть нужда, просьба, то давайте молиться вместе. Я должен задать апостолу важный вопрос, каковы индикаторы цели. Многие спрашивают, как мне их понять? Что говорит о том, какова моя цель и призвание в жизни? Как мне увидеть их? Одним из индикаторов цели является то, что дается вам легко и тяжело дается другим. Все потому, что вы помазаны делать это. У вас есть благодать для этого. Вот почему одним из первых индикаторов вашей цели является то, к чему вы имеете благодать. Что дается вам легко? То, что дается вам легко, обычно является частью вашего призвания. Для меня, дорогой мой преподобный, это прежде всего проповедь. Я легко проповедую, я легко учу людей и частично. Это потому, что мне это вообще-то нравится. Я никогда не видел человека, которому бы не нравилось его предназначение. Если вы больше не наслаждаетесь своим предназначением, то на то могут быть две причины. Первая, вы не прогрессируете в своем предназначении. Это возможно. И когда вы недовольны, то знаете, что вы начинаете делать? Вы начинаете вымещать злость на других. Это плохой признак. Есть вещи, которые Бог дает нам, чтобы мы достигали их. Есть вещи, которые вы можете узнать, лишь достигая их. А все потому, что Бог положил это желание в ваше сердце. Без желания не будет никакого достижения. Я услышал это прямо сейчас. А вот почему у некоторых людей ничего не происходит. Они не достигают. Вы должны следовать за бизнесом. Если вы не будете следовать, то не получится. Сегодня многие допускают ошибку именно в этом. Понимаете, вера без дел в мертвое. Что вы делаете с этой мыслью? Вот в чем вопрос. Пожалуйста, на минуточку подумайте об этом. Многие люди думают, что предназначения связаны лишь с церковью, но большинство целей Божьих находятся вне церкви. Одним из индикаторов цели является страсть. К чему у вас есть страсть? И что такое страсть? Это не просто желание. Это огонь внутри вас. И Иеремия говорил, что это огонь, который горит внутри. И далее у нас есть второй вопрос. Каково ваше бремя? Иначе говоря, что не дает вам покоя? Помощь детям, помощь бедным, проповедь Евангелия. Возможно, нас смотрят миллионеры. В духе вы были созданы для того, чтобы быть мультимиллионерами, чтобы финансировать царство. Но вы не знаете, вы говорите, что вам нужно знать цель. Когда вы не знаете предназначения чего-то, то неправильно используете это. Вы тоже должны знать, что ваше предназначение это не потратить свою жизнь напрасно. Позвоните нам. У нас есть молитвенный центр. О, да. Я не хотел прерывать нас, но Писание говорит об одном моменте. Библия говорит, что Бог сказал Давиду, что будет работать на основании желаний его сердца. Я услышал, что там должно быть что-то, с чем Бог мог бы работать. Я хотел об этом сказать. Бог провоцирует ваше желание. Вот как можно понять, что он работает. Вот почему в Писании говорится о том, что Дух Божий возбуждает нечто. Но сказано также, что вы тоже должны возбуждать. Вы можете возбуждать свое предназначение. Вы можете возбуждать новое время. Когда что-то не возбуждено, оно пассивно. Сезоны могут омертветь, потому что нет возбуждения. О, да. Мы можем служить людям. Я вижу человека, который стал калекой. Вы жили в неповиновении тогда. И теперь вы калека. Я служил одному человеку в Аргентине. Бог часто призывал этого человека. Он говорил к нему во сне, в видениях, через пророков. Но тот не слушался. И как-то он попал в аварию и вернулся к Богу. Бог не посылал этой аварии, поймите. Эта авария случилась потому, что он не был под покровом Божиим. Он стал калекой. Когда я увидел его, Господь сказал, я много раз призывал его, но он не слушался. Он вышел из-под моего покрова. И вот что дьявол сделал с ним, этот человек сказал мне, теперь я хочу служить Богу. Не нужно ждать, пока вы станете калекой, чтобы начать служить Богу. Повинуйтесь ему сейчас. Многих из вас Бог призывал в бизнес и разные сферы общества, правительства, бизнес, Даниил и Иосиф были также в правительстве. А как насчет Давида и поклонения? Божьей цели, множество аспектов. Я хочу, чтобы вы позвонили нам. Если у вас есть вопросы, мы с апостолом постараемся ответить на них, а затем мы будем служить. Апостол, как людям найти, хотя цель не находится, открывается, но давайте скажем так для тех, кто не знает, как им найти цель и предназначение в своей жизни? Один из методов найти свою цель через служение. Помазание пришло на жизнь Давида через служение. Когда помазание сошло на Давида, открылась его цель. Апостол Давид не знал, что станет царем. На самом деле, его собственный отец не был особого мнения о нем. Когда пророк Самуил пришел к нему, то сказал, это все твои сыновья. Он ответил, но у меня остался еще один там на поле. Это был Давид, сын, о котором даже и не подумали, но он был сыном, который служил овцем своего отца. Есть нечто особенное в служении. Я обращаюсь к кому-то сейчас. Это связано с вашим отцом. Это влияет на ваше предназначение. сейчас у многих проблемы с предназначением. Вы должны быть очень осторожны. Когда вопрос касается отцов Господи. Отцы формируют судьбу, они ведут детей к цели. Я нигде, в Библии, не видел матерей, которые направили своих детей к судьбе. Это всегда делали только лишь отцы. И сейчас мы живем во времена, когда судьбу многих обрезали. Вы видели эту судьбу, но не выполнили ее. Сегодня многие из вас думают, что достигли конца. А я хочу сказать, чтобы вы смирились и начали служить. Не смирились перед проблемами и безнадежностью осмирились под крепкую руку Бога, как говорит Писание. Апостол, это касается многих. Служение это та причина, из-за которой пал сатана. Он больше не хотел служить. И Бог убрал цель из-за этого. Его личную цель, Люцифера, я имею в виду, преподобный, это поколение утратило дух служения. И как же вернуть этот пыл? Они утратили ценность служения. Продолжайте. Когда вы не осознаете ценность слуги, то вот что происходит. Ваша мантия не будет работать. Это правда. Я говорю то, что знаю. Вашей мантии будет то, что не прибавится вам, потому что вы противитесь части процесса. И это влияет на то, как вы будете проходить этот сезон. Все могут смотреть на вас в вашем сезоне и не понимать, почему определенные вещи остаются у вас. Просто вернитесь к служению. Вы должны понимать, что даже когда сын становится взрослым, он все равно должен почитать родителей. посмотрите определение слова «почитать». В тот день, когда вы перестаете почитать людей, я знаю это, когда вы перестаете почитать людей, вы не видите их такими, какие они есть. Моего отца зовут Джордж Маклин. Мне уже под 60. Я никогда не посмею сказать ему просто «Джордж». У меня нет такой веры. Я должен почитать того, кто родил меня. А вот почему я хочу, чтобы сегодня вы оставили дух обмана. Вернитесь и научитесь служить. Если вы считаете себя слишком большим для служения, вы не пройдете дальше. Вы так и застопоритесь на одном месте. Но Бог желает, чтобы вы продвигались дальше и дальше. Я хочу, чтобы вы объяснили этот момент подробнее, апостол. Вы сказали, что мы должны служить в том, к чему призваны, в призвании. Но мы также должны служить духовным родителям. Тимофей служил Павлу. Елисей служил Илье. Иисус Новин Моисею. Мы всегда видим этот шаблон. Мы видим эти мантии. Я считаю, что через служение видения мы исполняем свое предназначение. Мы крестим тысячи людей. Мы наставляем тысячи людей. И вот что я заметил. Когда люди избегают какой-то части процесса, им не хватает потом этого. Все потому, что они не прошли процесс. И одна из сфер, в которой совершают много ошибок, это нехватка служения. Я имею в виду, когда их ставят служить в определенном месте, а они не служили раньше. Например, их ставят в группу поклонения, но они должны были быть помощниками. Когда они приходят к жертвеннику, то не ценят этого. Но Бог призывает. Мы говорили на других передачах о призыве к святости. Теперь это призыв к служению. Да? Пожалуйста, расскажите, о чем идет речь без своего мотива. Иисус Новин не ожидал, что ему передадут мантию. Иисус Новин знал, что Моисея был сын. И мы видим это много раз. Библейский метод это служить без своего мотива. Если вы будете делать это, вы будете успешными людьми. Сегодня много людей, проповедников, которые служат ради денег, ради чего-то еще, но они забывают истину о том, что нужно быть благодарными. Дух Божий на вас, Дух Иисуса. Библия говорит, что он был слугой, хоть он и был сыном. Многие люди говорят, я сын. О, я сын и наследник, но вы обретаете свое наследие через служение. Согласен с вами. Мы будем служить апостолам. Мы будем служить людям, которые смотрят на сейчас. У них есть нужды. если вы нуждались в исцелении, в финансовом чуде. Отче, во имя Иисуса я благодарю тебя и славлю тебя. Спасибо тебе за цель. Мы были призваны ради цели, созданы ради цели. Отче, я молюсь сегодня, чтобы ты открыл свои цели людям. Открой глаза и уши, чтобы они услышали твой голос, увидели твое призвание. Отче, я молюсь за тех, у кого есть нужды. Открой им свою цель. Я хочу, чтобы вы положили руку на ту часть тела, которая у вас болит. Отче, во имя Иисуса, я изгоняю всякий дух немощи и болезни во имя Иисуса. Пусть всякий гнет в разуме уходит во имя Иисуса. Пусть всякое препятствие, которое враг поставил на пути к вашей цели и призвании будет убрано во имя Иисуса. Получите свободу во имя Иисуса. Апостол продолжается. Я увидел в духе, что кто-то получил исцеление от проказа. Я увидел исцеление от проказа. Вы женщина. Я вижу вас в проказе. Я вижу, как Дух Божий омыл ваши цели. Вы не исполняете свою цель, потому что враг использовал болезнь, дабы сдержать вас. Но теперь вы будете служить в силе и славе Божьей, потому что получили чудо. Нас слушает человек, который услышав нас, наконец-то начал понимать свои сны. Ваши сны ожили. Ваша судьба начала проясняться. Я вижу, как то, что умерло в вашей жизни, возвращается к жизни. Я вижу, как оживают мертвые финансы, мертвые мечты. Я вижу бизнес, который застрял. Он начнет процветать. Но, апостол, я должен сказать, настал момент активировать этот сон. Посеете семя в сон. Посеете семя в ваше видение во имя Господа Иисуса Христа, потому что вы долгое время не могли совладать со своим видением, но сейчас вы получаете обновление своего видения. Сделайте это прямо сейчас. Если вы никогда не принимали Иисуса как Спасителя, то скажите со Мною, Бог Отец, я каюсь во всех моих грехах. Я исповедую устами, что Иисус Христос мой Господь и Спаситель. Иисус, приди в мое сердце прямо сейчас. Я верю, что Бог Отец, скажите, Бог Отец воскресил Иисуса из мертвых. Аминь и Аминь. Если вы повторили эту молитву, позвоните нам. Наши операторы ждут вашего звонка. Заходите на мой сайт или сайт Апостола, там вы найдете мою книгу «Создан ради цели». Пусть Бог благословит вас. Позвоните нам. Расскажите нам. Бог открывает сны и видения. Во имя Иисуса Христа. О, да, да будет так. Субтитры Субтитры